привет сегодня такая большая распаковка видите размер так это для продавца чтобы все вошло кадр ну здесь можно не может быть ничего иное как рюкзак значит этот рюкзак я давно хотел ну как хотел хотеть хотел но сомневался в целесообразности его покупки потому что я покупаю обычно только то что мне нужно обычно так скажем и я не находил особых как бы причин чтобы покупку покупать такой рюкзак но сейчас я эти причины нашел сошлось как говорится у меня есть вот походный вот такой вот рюкзак большой его покупал за 600 рублей на сайте совместных закупок он очень большой и очень хороший но я в нем с ним в лес хожу я думал может быть какой-то рюкзачок небольшой для таких совсем небольших вылазок в лес ну как бы да возможно но купила его не для этого я купил его для повседневного ношения для повседневного ношения у меня есть вот такая вот сумка такая вот сумка с ней все хорошо но ее не всегда ношу но когда ее ношу это ее мне не хватает я беру в основном с собой обеды то есть и контейнер с едой не всегда влазит как бы в эту сумку вот если допустим зонтик сюда засунуть еще бумажник с документами и уже все либо сюда может поместиться ну вот такой вот контейнер с едой такой еще поместится вот такой с трудом умещается но она вся раздута как бочка чуть если больше как тарелка уже не вмещается приходится брать с собой пакет ну это согласитесь неудобно неудобно и принял решение что все таки купить такой вот рюкзак он многое у многих есть это копия на какой-то макс педишин или киви дишин в китае не продаются за 2000 за полторы ну основная стоимость 20 долларов примерно 1200 я и как бы много раз замечал думал купить а тут увидел такой же рюкзак но по 800 рублей 800 рублей как бы ну и это сложилось один плюс один если или сыграла свою роль давайте же посмотрим что будет за 800 рублей так но здесь это обычная ситуация как бы они так и есть что лямки так прикреплены не симметрично ну ладно прошита как все не аккуратно не аккуратно то есть здесь вот внутренняя часть мягонькая вроде как дышащие но она заходит ну все мы понимаем что чем меньше цена тем хуже качество мне с ним не в походы ходить поэтому как бы в городе таскать думаю пойдет это пластик ну качество так себе но я был как говорится готов к этому так здесь фастекс работают и ладно как говорится здесь кольцо д-образное но в городе поясной ремень не нужен и прошу заметить его длину то есть вот смотрите вот его максимальная длина это на кого сделано на какую дюймовочку то есть ну это понятно что это сразу идет утиль то есть эти наверное я даже отрежу чтоб они не болтались так задней стороной эти тоже коротковаты но они удлиняются ладно с другой стороны что мы имеем здесь затяжка она отсюда идет проходит сквозь весь рюкзак она затягивается и здесь тоже все как бы регулируется ручка здесь под какая-то резинка наверное под гидратор но там дырки нету гидратор ладно не суть говорится сверху маленький кармашек маленький кармашек внутри ну вроде более менее но никаких отделений то есть ну здесь я наверно буду носить очки да потому что без очков даже в пасмурную погоду мне не очень комфортно везде молли здесь еще и липучка то и зачем липучка если здесь молли ну китайцы налепили все что могли здесь молли широкие узкие так это утяжка по ширине его можно по толщине регулировать так ну вот эти вот звенят это понятно что я сюда завяжу веревочки паракорд здесь здесь есть кармашек один и кармашки под какие-нибудь ручки или мелочи но очень узкие то есть сюда тут три только ручки можно засунуть такой кармашек тоже объемный нормально так это надо немножко вот так вот второй отдел и основной отдел здесь тоже стропы молли двойные широкие узкие а то есть есть еще два отдела два бегунка на вот такой отдел ну интересно интересно здесь большой карман и сетчатых два небольших то есть хорошо и самый большой отдел самый большой отдел где он тоже два бегунка так ну лучше бы если здесь были фастекс и потому что постоянно разделять вот их не очень удобно будет ну может быть что не придумал перешел на фастекс и здесь открывается как как чемодан то есть прямо вот так вот вина нормальная здесь сетчатый карман еще отделение под что-то а здесь небольшой кармашек то есть ну подки там уже документы еще под что-то закрывается здесь больше ничего так и здесь еще смотрю что то есть да еще со спины отделение ну наверное под гидратор я так подозреваю здесь немножко ниток ну что я вам скажу друзья за 800 рублей посылка весело весь 800 с небольшим грамм стоило 800 с небольшим рублей примерно по рублю за грамм за эту цену ну я считаю что более чем достойный рюкзак конечно все проверяется временем то есть вот эта сумка дешевая за 600 тоже рублей прошла уже огонь и воду замаралась немножко надо ее помыть себя отработала 10 раз этот ну конечно посмотрим но не особо аккуратно здесь все сделано но дело не в аккуратности а говорится чтобы это ходило так время покажет но пока что мне пока что мне почти все нравится его я вам в распаковке полностью показал если видео по нему и будет кто это спустя не знаю может несколько месяцев полгода или год или вообще не будет не только если будет что-то сказать по нему особо хорошее ли особо плохое все ссылка на данный товар как обычно в описании всем удачных покупок покупок на алиэкспресс и пока